Здравствуйте, уважаемые ученики! Мы продолжаем наши уроки по истории Казахстана. Тема урока на сегодня – национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане. Сегодня на уроке вы узнаете о положении Казахстана в годы Первой мировой войны. Исследовательский вопрос на сегодня – почему движение 1916 года приобрело общенародный характер? Итак, после поражения Первой русской революции в стране наступил период реакции. Были запрещены политические собрания, митинги и демонстрации. По закону от 3 июня 1907 года была распущена Вторая Государственная Дума и начал действовать новый избирательный закон, по которому казахи и другие нерусские народности потеряли избирательное право. Также в этот период времени усилился полицейский надзор за служащими, рабочими и крестьянами. Надо отметить, что владельцы промышленных предприятий могли с легкостью увольнять с работы неблагонадежных в кавычках рабочих. Также в этот период времени увеличился рабочий день и норма выработки, но при этом была снижена заработная плата рабочих. И также на предприятиях широко применялись штрафные санкции. Что касается крестьянских выступлений, то для их подавления в степь отправлялись карательные отряды и казаки. Широкий размах получила Столыпинская аграрная реформа. Если с 1893 по 1905 годы у казахского населения в пользу переселенцев было изъято более 4 миллионов десятин земли, то с 1906 по 1912 годы свыше 17 миллионов десятин земли. В общей сложности к 1917 году у казахского населения было изъято 45 миллионов десятин земли. В 1914 году разгорелась Первая мировая война. Любая война всегда требует больших людских и материальных ресурсов. В годы войны положение простого казахского народа ухудшилось. Так кибиточная подать была увеличена с 4 до 8 рублей. Также на казахское население возлагались всевозможные так называемые добровольные сборы. С 1 января 1915 года на территории Казахстана вводился военный налог, который распространялся на лиц, освобожденных от военной службы. И под такую категорию попадали казахи. Надо отметить, что в общей сложности казахи выплачивали около 10 различных сборов и пошлин. Сборы производились администрацией через так называемых почетных лиц, которые в целях личного обогащения не выдавали квитанции людям и сборы производили несколько раз. Среди старшин, чиновников и баев процветали взяточничество и казнократство. Царские власти для нужд войны реквизировали у казахов теплую одежду, скот и продукты продовольствия. Под видом помощи семьи мобилизованных была введена трудовая повинность, то есть казахи в качестве рабочей силы должны были пахать, сеять и убирать урожай в переселенческой деревне. Отказываясь от налогов и повинностей, казахи откачевывали в отдаленные районы. Первая мировая война привела к спаду экономику Казахстана. В этот период времени сократились пассивные площади и поголовье скота в нашей стране. Кстати, отметим, что сокращение пассивных площадей и объема урожайности напрямую зависело от нехватки рабочей силы. Массовая мобилизация мужского населения на фронт привела к упадку и скотоводства, которое пострадало количественно и качественно. В годы войны скотоводство у казахов пострадало из-за дальнейшего изъятия пастбищ. На сокращение поголовья скота в военные годы влияли и периодические реквизиции. Царские власти отбирали для нуж войны верблюдов, лошадей, крупный рогатый скот. Состояние переселенческих и казахских хозяйств края в военные годы зависело от обеспеченности их тягловой силой. А так как скот реквизировался, существовала нехватка тягловых животных для нормального ведения хозяйства. При этом реквизиции не задевали знатных родоправителей и крупных баев, а целиком и полностью уложились на плечи простого народа. В годы Первой мировой войны в Казахстане была тенденция, когда все большее количество людей, потеряв свой скот и земли, были вынуждены наниматься батраками, кулакам и баем, либо уходить рабочими на предприятия и рудники. Обратив внимание еще на один аспект. В годы Первой мировой войны у казахов военные ведомства покупали скот, лошадей, коров, верблюдов, баранов. Но при этом, если лошадь стоила 150-200 рублей, за нее платили 30-50 рублей, в то время как за барана стоимостью 10-12 рублей платили 4-6 рублей. Таким образом, мы наблюдаем повсеместное ограбление населения царскими властями. В годы Первой мировой войны также ухудшилось положение и рабочих на предприятиях. Все чаще стал использоваться труд малолетних детей и подростков, женщин и военнопленных. Иногда продолжительность рабочего дня достигала 16 часов в сутки. При этом сокращались заработные платы рабочих на предприятиях. В условиях Первой мировой войны представители казахской либерально-демократической интеллигенции в лице Байтурсынова, Букиханова, Дулатова и их сторонников группировались вокруг общенациональной газеты «Казах». Представители аграрно-демократического направления выступали за переход казахов к оседлости. И у этого были причины. Они хотели тем самым сохранить наиболее удобные и плодородные земли за казахским населением. Но несмотря на разницу политических взглядов и действий, представители казахской интеллигенции пытались воздействовать на народ через печатное слово. Лейтмотивом их произведений являлся лозунг «Оян казак» – «Проснись, казах». Именно под таким названием в 1909 году вышел сборник стихов Муржакыпа Дулатова. Необходимо отметить, что казахская интеллигенция вела активную антиколониальную агитацию в своих произведениях и речах. Они хотели внедрить в сознание народа необходимость национально-освободительной борьбы. Государи воюют, а проливается кровь народа, разрушаются его хозяйства. Кто оправдает эти бесчинства? Так в одной из статей Алихан Букиханов отзывался о Первой мировой войне. В годы Первой мировой войны в России назревал всеобщий кризис. И одним из проявлений этого кризиса стало национально-освободительное восстание 1916 года, охватившее почти все районы Казахстана. Непосредственным поводом к восстанию 1916 года стал царский указ Николая II о реквизиции на тыловые работы инородческого мужского населения из Казахстана, Средней Азии и частичной Сибири в возрасте от 19 до 43 лет. Таким образом, царское правительство хотело освободить русских солдат и рабочих от строительства оборонительных сооружений и других тыловых работ, заменив их более дешевой и покорной силой. Предполагалась реквизиция из Туркестана и Степного края более 500 тысяч человек. При этом царский указ грянул как гром среди ясного неба и был неожиданным даже для депутатов Государственной Думы. Буквально в каждом слове данного указа можно проследить открытую дискриминацию по отношению к тем, на кого он распространялся. Так термин реквизиция нельзя применять по отношению к людям, его применяют по отношению к нематериальным предметам и скоту. Словом, инородцы в Российской империи называли людей неславянского происхождения и ограниченных по правам. В то же время обратите внимание, что в данном указе казахов призывали к тыловым работам, а не к защите Родины. Таким образом, царское правительство еще раз подчеркнуло свое недоверие к местному населению. Никто населению вовремя не сумел объяснить сущность призыва рабочих. Вместо этого местные власти стали проводить в исполнении высочайший указ и в некоторых случаях с применением крутых мер. Наряду с этими призывами были пущены в ход злоупотребления, писал общественно-политический деятель Мухаммеджан Тенешпаев. О каких злоупотреблениях говорит автор? На практике система составления списков тыловиков породила массовую коррупцию. Тогда у казахов не было метрических свидетельств, то есть документов личности, подтверждающих их возраст. Поэтому царские чиновники записывали в списки детей-бедняков и за взятки освобождали от тыловых работ детей-баев. К тому же царские власти освободили от набора должностных лиц, волосных, сельских и аульных управителей, низших полицейских чинов из коренных жителей, имамов, мул, обучающихся в высших учебных заведениях, чиновников правительственных учреждений и лиц, пользующихся правами дворян и почетных граждан. Здесь явно прослеживается принцип «разделяй и властвуй». Часть общества, освобожденная от царского указа, должна была помогать осуществлять мобилизацию казахов на тыловые работы. Зачастую их сыновья также освобождались от мобилизации. Люди, доведенные до отчаяния жестоким царским указом и несправедливостью местных властей, вооруженные чем придется, нападали на царских чиновников и уничтожали в списке несколько мужчин из одной семьи, а это все противоречило содержанию царского указа. В казахском обществе отношение к указу царя и восстанию было неоднозначным. Определенная часть феодально-байской верхушки, а также чиновники царской администрации поддержали царский указ. Радикальные представители казахской интеллигенции Тукаш Бокин, Турар Рыскулов, Алиби Жангельдин, Мендешев, Неазбеков, Жунусов и другие резко выступали против указа царя и призвали народ к вооруженному сопротивлению. Лидеры либерально-демократической интеллигенции в лице Бокейханова, Байтурсынова, Дулатова и других делали неоднократные попытки убедить царскую администрацию не спешить с мобилизацией, а вначале провести подготовительные мероприятия. Вместе с тем они призывали не оказывать сопротивление выполнению указа, полагая, что безоружный народ станет жертвой жестоких репрессивных мер. Указ царя истинна, и против него возражений быть не может, говорилось в передовой статье газеты «Казах» от 6 июля 1916 года. «Легкомысленно уклоняться, ибо это повлечет разорение для населения. Сейчас военное время, дисциплина твердая. В поисках за скрывающимися направится отряд, что приведет к разорению хозяйства и принесет несчастье семье». В то же время представители казахской либерально-демократической интеллигенции добивались того, чтобы казахи участвовали в сражениях на фронтах Первой мировой войны наравне с другими народами. Они добивались равенства своего народа и равных прав казахам. Также необходимо понимать, что в годы восстания они заняли позицию разумного компромисса с властями, ибо во главу угла ставили идею сохранения своего народа. И последовавшая в годы восстания жестокая расправа над повстанцами подтвердила обоснованность их взглядов. 7 августа 1916 года состоялось частное совещание представителей пяти областей Казахстана, созванное по инициативе Алихана Букиханова. Участники совещания предложили властям резолюцию из 17 пунктов. Резолюцию подписал Алихан Букиханов. И, судя по тексту, мы можем сделать вывод о том, что представители либерально-демократической интеллигенции всеми доступными средствами пытались защищать интересы своего народа. В номере газеты «Казах» от 11 августа 1916 года лидеры либерально-демократической интеллигенции призывали народ не сопротивляться и выполнить царский указ. Тогда большинство народных масс не поняло и не приняло их идей. И именно в этом заключалась причина того, что во главе народа и политическими лидерами, вдохновителями народных масс становятся представители радикальной интеллигенции. Давайте закрепим изученный сегодня материал. Вам необходимо выбрать три ответа. Правильные ответы в данном случае А, С и G. Давайте подведем итоги сегодняшнего урока. Первая мировая война усугубила положение в Казахстане. Усилился национальный и колониальный гнёт. Царский указ от 25 июня 1916 года выступил детонатором народного возмущения и привел к национально-освободительному восстанию, которое охватило почти всю территорию Казахстана. На этом, пожалуй, всё. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова